всем доброго вечера друзья мои хочу показать эту красоту сегодня я одна наших всех отправила на день рождения хорошим людям но меня уговорить не получилось я с ними не поехал потому что у меня нет у меня настроение вы знаете что я праздники во первых не очень люблю во вторых связи с этими событиями нет у меня настроение веселиться у меня душа не радуется пока еще не способна ну и это не важно одним словом вот привезли мне я позвонила чтобы забрать у курьера вот эту красоту это подарок от зрителей наверное она лучше знает кто именно но есть несколько человек как бы заказали собрались и подарили мне вот эту прелесть это такой столик друзья мои я понимаю что собственно говоря мастера их как бы изготавливают как ну кофейные столики да такие маленькие журнальные но хочу вам сказать вот если бы здесь была другая фигура ну предположим какая-нибудь муза нимфа еще кто-нибудь из этих персонажей мифологии и теологии то другой вопрос там можно было использовать как кофейный столик и какой-то иной такой приятный для приятного времяпрепровождение но поскольку это фортуна вот если есть такие столики или вы хотите заказать столики именно с фигурами богов или богинь хочу вам объяснить что их использовать для кофе для чаепития ну просто как столики нельзя это их может оскорбить что вы собственно их фигуре сидите там пьете болтаете знаете она под вашими ногами находится если такой столик заказали ли вам подарили вы можете это использовать только как алтарный столик или поставить там статуэтку той же фортуны благовония зажигать если не хотите портить столик тогда что-нибудь там ставьте потому что чаще всего благовония могут со временем испортить поверхность одним словом вот такие столики с изображением божества они могут использоваться только как алтари для ритуалов к ней для ритуалов другим божествам она как бы и вот держит этот алтарь руками до придерживает и символично но я не советую вот с фигурами богов шутить как я вам уже говорила как тарты не очень хорошо с их фигурами печь нельзя выпускать свечи с их фигурами чтобы зажигали и они таяли мне многие говорят ну вот есть вот я ж научила как алтари да ставить показывать это хорошо в принципе для этого я и делал это все трудилась чтобы показать людям как правильно обращаться к богам как правильно себя вести с ними я не против что это все пошло жаль что первоисточник забывается но так устроен мир всегда забывает того кто дал это все и а тем паче стараются просто камнями закидать чтобы вообще его не было никто не помнил кто это изначально сказал и научил но это ладно но просто мне говорят ну вот есть вот с фигурами свечи там даже вот какие-то ритуалы показывают они зажигают эти фигуры там ничего не случается но вы же дальнейшие как бы не отслеживаете да что там произошло после наказались они за это или нет уже не следите за этим всем поэтому я вам расскажу вот один случай где у меня вот она вот телефон тут делами занимаюсь вот она красавица видите фемида серебряная я как-то в магазине увидела ее и увидел еще другую фигуру но там никак поболее приглянулась потому что она сидела она внизу по моему фемида сидела на троне и я думаю но для ритуалов как-то это больше подходит и что вы думаете потом случилось я принесла домой но мне такое ощущение как будто я вот эту фигуру обидела что не взяла ее у меня там кое-что упало разбилась и отсекло руку вот той фемиды которая сидела на но правда я и сделала потому что я говорю что статуи богов они могут и в разбитом состоянии служить если вы красиво приклеили обратно в конце концов они так собраны до из частей но разбитые сувениры дома держать конечно не стоит это привлекает неудачи но статуи богов оно совершенно иное они тысячелетиями стояли и в полуразбитом состоянии и помогали людям я поняла что это мне знак что мне надо ехать и ее взять ну там еще кое-что случилось то есть я поняла правосудие начинает злиться на меня я ее купила эту стату и привезла вот она до сих пор у меня находится то есть относитесь к этому очень серьезно кому-то покажется да ладно там фигуры дело не фигурах они просто видят как вы к ним относитесь понимаете это как например статуя или бюст или фотография человека который правит страной предположим и если там кто-нибудь наступит ногами за это ну уголовная статья не знаю есть или нет а мы по моему есть какое-то оскорбление властей что-то даже дело не в этом что он привлечет негатив на свою сторону что этот власть имущий может не обязательно за свою фотографию наказать но найдет за что наказывать как сталин говорил был бы человек статья найдется но я к тому что люди которые ради и знаете ради того чтобы выпендриться показать что они такие профессиональные могуи зажигают эти свечи с изображением богов там еще что-нибудь якобы смотрите мы такие крутые мы все можем но мы же не знаем как потом они расплачиваются если судить потому что у них развития потом нет это значит они не приглянулись этим силам всегда показывайте свое уважение и почтение к ним и вы увидите ответ обратный и этот ответ будет состоять в том что вы будете людьми удачливыми защищенными ваши дети будут понимаете под покровительством богов если человеку помогают боги то кто может этого человека свалить да никто и никогда начиная от верхов и до низов очень много историй когда пытались ведьмам помешать особенно во времена коммунистические когда там всеобщее неверие было и просто этим людям не давали спокойно жить никто не мог против них ничего делать если кто-то брался за них очень сильно расплачивались помните когда вангу даже посадили на несколько месяцев за то что она предсказала смерть сталина причем священник побежал и накапал на нее священник вот и она сказала что видит смерть сталина за это ее посадили когда стали номер через несколько месяцев отпустили но даже в тюрьме ее стали уважать и к ней стали обращать понимаете такой человек он везде найдет себе применение потому что за этим человеком сила никуда не деться и когда вот значит милиционер до в то время пришел за ней чтобы забрать ее к следователю не значу она сделал плохого и она ему сказала я никуда не убегу я буду тебя здесь ждать пожалуйста беги домой беги домой твой сын упал в колодец ты еще успеешь его спасти и тот сказал там мол ты чё мне там аферистка тут зубы заговариваешь она его умоляла просила значит что я тебе обещаю я никуда не только иди домой спаси своего ребенка он не пошел он привел ее в участок и в участке же узнал что ее ребенок упал в колодец и утонул понимаете и вот кто дурак чтобы связываться с настоящими ведьмами к настоящим ведьмам обращаются от следователей до прокуроров поверьте мне они прекрасно разбираются кто аферист который просто корчит и себя не понятно кто действительно обладает силой они же видят эту силу если человек помог им подняться по карьерной лестнице они же не идиоты чтобы против этого человека переть и собственно говоря лишиться всего что у них есть плоди до свободы вот я к тому что если человек привлекает на свою сторону сил мироздания ему ничего не страшно чтобы привлекать их в свою сторону надо прежде всего их уважать и самое главное уважение к ним это уважение к их изображениям к их статуям к их алтарям понимаете мне недавно женщина одна написала в форме ну такой уже не раз встречаем конечно но это мне словами не объяснить я купила статую фортуны почему она у меня не работает слушайте статуя фортуны тебе не раб силы знаете не это я не знаю не прислуга это что такое или на пульт управления чтобы она пошла тебе деньги принесла полы помыла вы вообще в своем уме я статую фортуны купила она не работает вы идиот или что это же не чудотворные статуи которые тебе приносят все на свете и не статуя дали тебе удачу а ее сила а статуя это всего лишь твое уважение к ней ты показываешь что я тебя почитаю это все переняло христианство в итоге понимаете там изображение святых то есть показывая им свое почтение держа у себя их изображение их символы собственно говоря я надеюсь что эта лекция вам поможет многое осознать и понять еще раз говорю изображение там например греческих фигур танцовщиц геттеры что еще атлант который держит столик да вообще он небо держит а так и бывает что столик держит какие-то красивые фигуры танцовщиц это все нормально но столики с изображением правителей почивших потому что их души они очень сильные они тоже могут мстить даже люди которые играют их роли например роковая роль ивана грозного у меня а если не последний то после этого очень много они то есть переносили катастроф своей жизни вот недавно фильм был царь ой как же этого актера я сейчас не помню и он признался что после роли ивана грозного умерла сестра мать и он перенес онкологию понимать то есть есть вот такие роли сильных людей роли даже не не все актеры решаются брать понимая даже даже то что это будет как бы для их карьеры очень очень даже нужно но не не все рискуют а здесь брать с их изображением и использовать как кофейные столики никак нельзя поэтому огромное спасибо за этот подарок почему круглый стол я уже вам объясняла чтобы деньги шли по кругу удача шла по кругу лучше столики в доме ставить круглые чтобы все что у вас есть шло по кругу и к вам возвращалась и так еще раз большое спасибо вот полюбуйтесь этой красотой давайте поближе вам покажу сейчас миг век мастеров и если человек талантлив он знаете ли голодать не будет я выставила ролик хорошую ведьму народ а золотит может кто-то не понял о чем я говорю но я немного расскажу предысторию я об этом уже говорила когда к сталину пришли сказали что мол товарищ сталин вот врачи которых вы направили в селении жалуются что у них маленькая зарплата что им даже на еду не хватает и он говорит если бы они были хорошие врачи работающие в селе где продуктов больше чем городе то народ бы их прокормил хорошего врача народ прокормит сказал сталин значит хреновые у вас врачи вот поэтому так и живут вот то что самое я просто или перенесла в другое русло хорошую ведьму народ озолотить нравится кому-то не нравится но именно дары говорят о твоей профпригодности понимаете именно подарки даже не твой достаток на достаток можно там всякое свалить вот мы еще не знаем как это там работает и все такое но просто оплата за труд можно по-своему это все переделать передавать по-своему это все преподнести да здесь как бы вот и не докажешь что да естественно помогает поэтому люди обращаются ну это можно по-всякому а вот подарки уж точно никто никого не уговаривает не просит не заставляет и вот именно подарки от людей они говорят о том что ты им помогаешь но не будет человек просто так брать тебе подарок покупать тратить деньги отправлять вот она мне ни черта не помогла но я и просто подарок отправлю вот так хочу ну это нереально правда поэтому дары не важно какие у каждого свои возможности но подарки говорят о том что люди хотят благодарить что им это помогает и они хотят взамен что-то отдать как-то выразить свое уважение еще раз говорю вообще не важно даже дорогие подарки более дорогие подарки просто так не дарят это понятно что никто не будет по полмиллиона тратить там какие дорогие кольца покупать человеку который мне в чем не помог это понятное дело но есть люди у которых нет таких возможностей они по-другому делают именно подарки любой подарок говорит о том что люди благодарны и в ином смысле это показывает твое умение твой профессионализм и как бы это не нравилось знаете я помню когда я не выставляла пока как бы так было как-то неудобно не знал как это показать преподнести я помню как гавкали что я нищая бедная несчастная никому не нужная хожу по кафе гадаю за чашку кофе потом когда я начала показывать начали говорить что вот показывать свои подарки это некрасиво послушайте вот мне вспоминается вот эта притча про осла когда отец сыном идут значит и ну есть нет давайте второй вариант когда муж женой идут и жена сидит на осле а муж идет рядом где держат стремя и значит народ смотрит и говорит ну тряпка тряпка подкаблучник посадил жену на осла сам идет рядом но вот он услышал на следующий день сам сидит на осле жена рядом идет народ смотрит и те же самые говорят ни стыда ни совести мужик называет сам сидит на осле а жена рядом бежит но на третий день значит они вдвоем сидят на осле вышел народ посмотрел и те же люди сказали ой ну ни стыда ни совести бедный ослик вдвоем сидят на этом бедным животном и значит он их вот так тащит на себе и на третий день уже ой на четвертый устав от этого всего они значит идут держат ослика вдвоем рядом идут и народ тот же самый сказал осла купили идиоты а как им пользоваться даже не знаю так что вот чтобы мы не сделали все равно мы будем виноваты все равно мы будем плохие все потому что есть в мире люди ядовитые несчастные полные желчи которые единственное чем занимаются это скандалами интригами расследованиями потому что им себя девать некуда они в жизни не утвердились ничего них не получилось они не смогли ничего добиться не захотели и они готовы всех ненавидеть всех винить своих бедствиях и самоутверждаться за счет других понимаете вы же замечали вот сейчас много каналов там про таксистов даже я выставляла как-то как-то мужиков разводили думает они очень шустрые а потом их в канаве где-нибудь найдут и очень сильно удивятся все бедная девочка за что ей такое а эта девочка наверно миллионы развела вот этих дурачков понимаю что они сами виноваты но в конце концов есть сельские парни вообще не понимающие в этом деле они там такие радостные ой на них внимание обратили и вот вы видите на этих каналах какая желчь да изливается на этих педных таксистов конечно есть среди них и неадекватные люди которые за рулем но они реже встречаются чем то есть вот платить человек 70 рублей и он выпендривается он изгаляется над ним он просто изливать всю свою вот эту вот неудачливость жизни на этого человека почему ты обслуживающий персонал явлен деньги плачу там такие деньги платят что космические просто понимаете и таким людям вот такого уровня людям как-то угодить это бесполезно это это невозможно да и вообще основное количество людей не помнит добра и сколько угодно ты им делай но один раз откажешь и ты будешь плохая они будут ходить везде писать из-за тебе гадости говорить и даже то что ты сделал и помогла не скажешь ну помогла и чё это же не говорит о том что я не могу про нее все что угодно сказать так что живите для себя вот как вам нравится как вы считаете нужным ни с кем не считайтесь и всегда помните если начинают говорить тебе что ты неправильно делаешь это не так не нужно в этом ничего хорошего ты ничего не добьешься значит ты идешь правильным путем когда я собралась ехать в москву в никуда полный врагов и другов город для меня мне тоже говорили ой ты чё думаешь это так легко я сказал послушайте те люди которые добились успеха в своей жизни они такие же люди как я они не боги не божества если они смогли преодолеть значит и я смогу понимать если собаки особенно сильно лают значит караван на правильном пути вот и все а за эту красоту огромное спасибо естественно она мне пригодится и и не раз вы ее увидите в роликах теперь всем спасибо большое и тому мастеру который эту эту красоту изготовил действительно человек который любит свою профессию свое дело обязательно обязательно поднимется помните армянскую поговорку разукрашенный камень на земле не останется долго обязательно заметят и поставить на самому красивому углу дома и человек также ум талант не скроешь нету невостребованных гениев никогда не было это люди которые ноют воет вот их не заметили вот не увидели понимаете никто не придет не постучиться в твои двери не скажет ты книгу хочешь написать я готов издать ты сам должен написать и пытаться издать пытаться доказать что эта книга стоит того чтобы издавалась или собирать деньги и за свой счет это сделать всегда есть возможность когда человек хочет он ищет возможность когда не хочет он начинает проклинать брежнева сталина путина всех на свете потому что все виноваты что у него забор кривой и что мужик алкаш и вообще понимаете вот все если бы не они все было бы замечательно и вот вы заметили что одна часть народа работает созидает поднимается защищает свою страну и ну собственно говоря занята тем чтобы просто обеспечить будущее своим потомкам вторая часть сидит и шастает по всяким форумам ко всяким великим пророкам обещающих что когда-нибудь родится какой-то спаситель откуда-то придет и внезапно всех спасет вот мы я уже поняла что всегда так одна часть населения ждет когда кто-то какой-то царь где-то должен родиться прийти всех нас спасти но никогда в жизни за историю человечества не было и не будет всеобщего блага потому что нами управляют люди люди точно такие же смертные точно такие же несовершенные как мы с вами у них свои ошибки у них начинается алчность жадность кто-то глупо просто приходит потому что беспринципный человек готов продать свою родину ему помогает подняться до власти потом он уже уничтожает все что может уничтожить то есть всеобщего благодействия благодействия не было не будет никогда рая земного не ждите сами создаем этот рай своей жизни пока мы будем ждать какого-то царя освободителя наша жизнь закончится просто вот и все и поэтому всегда была ленивая часть населения лентяйская маргинальная которая вечно хочет чтобы за нее все проблемы решили другие люди а есть другая часть которая понимает что надеяться надо на себя что жить надо сегодня создавать надо сейчас и сколько бы ты не орал на и не не жаловался на все эти происшествия в мире происходящем ты не способен ничего здесь решать ты должен просто с этим положением смиряться и понять как лучше и с меньшими потерями из этого всего выйти вот и все и понимаете поэтому живем создаем смотрим вперед остальные пускай царя ждут сейчас придется всем раздать по 10 тысяч долларов все пойдут прогуляют эти деньги радостные а потом опять будут этого царя проклинать что он мало дал понимаете люди так устроены у нас как-то зрительница написала что у прадеда все забрали раскулачили его и когда в семье собственно семейство плакала прочитала дед сказал да хватит вам плакать мы еще создадим свою а голыдьба которая у нас все забрала все проезд прогуляет и останется той же голыдьбой понимаете много раз ставили такие эксперименты бедным людям давали большие суммы денег через год приходили та же раздолбанная квартира те же самые проблемы те же старые вещи и все остальное не от денег зависит не от положения зависит зависит от человека если человек ничего делать не хочет ты можешь ему помогать без конца я помню показывали такая многодетная семья на всех жалуется кстати мне говорят что я к многодетным плохо отношусь очень большая глупость мои бабушки были многодетные у нас даже есть зрительница по моему деревенская семья называется замечательная женщина я как-то случайно нажала и зашла на ее канал чистые аккуратные дети аккуратный дом радостные лица шутливая вот очень нежная любящая мать почему бы и нет пускай эта женщина хоть 20 родит она воспитает нормальных детей я не против многодетных матерей я против того чтобы 7 пихали вот глаза вот у меня дитё у меня ребенок я родила вот я это самое помогите все я против безалаберных баб у которых только одно место работать ниже пояса и они не думают о том что но никто тебе не обязан реально не хотя мы говорим что да эти дети пойдут в армию служить если эти дети достойная часть общества я рада помочь сама но у нас рядом жила такая же многодетная женщина там такая грязь там велосипеды там их эти все самокаты все прям закрывают двери соседям невозможно выйти я не помню за сколько лет я там жила в но почти десять лет за десять лет я не помню чтобы эта женщина хоть раз подмела свой коврик я не помню чтобы хоть раз мы с ними ехали в лифте и они не воняли всей семьей я не помню чтобы хоть раз на улице они нормально как люди гуляли эти дети там на всю улицу просто орали один раз я подошла игру что такое случилось она идет как слониха и по херу я говорю что такое да не чем мороженое уронила да мать твою ну скажи своему ребенку не плачь не переживай я тебе еще куплю но она жарет она орет минут 20 вот идет по всей улице и кричит так что все оглядываются уже собаки лают неужели ты не можешь своего ребенку это же некрасиво уже дитё я чё сделаю с ребенком ничего не делай рожай ты только рожай 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 а мы будем платить за тебя за все почему нас налоги постоянно повышают потому что мы еле успеваем кормить этих товарищей понимаете еле у них льготы у них лечение они все от разных мужиков рожают у них у всех там бедные несчастные все все значит малообеспеченные а мы такие все велико обеспеченные понимаете и получается что учительница которая в три смены чуть ли не разрывается работает и там и там и еще и где-нибудь дежурить по ночам чтобы семью содержать получать меньше чем баба который сутками пьет и рожает пьяном угаре детей я не против многодетных я только рада если будут многодетные хорошие красивые семьи нормальные люди у нас будут в конце концов через лет двадцать почему бы нет но к сожалению у нас вот это начинается понимаете как вам сказать статистика говорит об ином и стереотип вот точно такой же стереотип что если дома много кошек собак значит это прям просто вот в неопрятные вонючие люди это тоже пришло от того что люди просто берут по 20 штук и не ухаживают за ними не лечат и поэтому когда мы узнаем что много у нас сразу мысли вот уже вы хоть раз видели у меня неаккуратный дом нет потому что я за ними ухаживаю я все время убираю я знаю что это как дети они все туда-сюда тащат они пыль поднимают это все время надо быть аккуратнее если я не могу не умею я их не буду столько набирать понимаете то же самое касается многодетных если бы основное количество многодетных женщин были нормальные порядочные разумные люди мы были бы рады но поскольку мы видим что 90 процентов из них это просто рожают для того чтобы потом у нас про вот вы обязаны и должны так вот женщину показывает коммунальной квартире 9 детей там все валится понятное дело там плесень она же не думает о том что завтра будет с их детьми с их здоровьем ей это как-то пофигу я не понимаю как можно размножаться в этой вот комнате с девятью детьми объяснить мне этот секрет непонятно я в целом доме не могу найти себе место нормально ничего вот и она говорит что ей государство не помогает потом оказалось им дали газель они этот газель проели потом оказалось им дали земельный участок они продали потом оказалось у них есть трехкомнатная квартира но они настолько там забросили даже ремонт не делают они ничего не хотят понимаете они хотят чтобы им дали дом чтобы они это дом просрали через десять лет чтобы они новый дом получили потом просрали этот дом дали другой дом вот так ему надо вот чем дело отчет меня понесло не в те дебри вспомнила сказка битый небитого везет да вот я бедный несчастный помогите мне все да это мы бедные несчастные что вы на на нашей шее сидите мы тащим вас всех вот вот где бедные несчастные и у нас ответственность нас дерут всем шкурс нас везде все спрашивают мы везде обязаны и налоги платить и это делать а они ничего не обязаны потому что они бедные и не все спасибо всем большое и за этот замечательный подарок в том числе но и немного с вами по философствовали всем удачи